В далеком 1962 году они пошли в девятый класс недавно открывшейся четвертой видновской школы. Мы занимались по экспериментальной программе, у нас было 11 классов. Вот, уже после нас, уже было 10 классов, и поэтому через год в институт поступали сразу несколько классов. Вместе они проучились всего три года, но и по окончании школы продолжали общаться. Наш класс был настолько дружен, что по крайней мере первые 10 лет мы совместно ездили в Москву, смотрели новые фильмы. И наше любимое место времяпрепровождения было Пахра. И сейчас, по прошествии более 50 лет, они поименно помнят своих учителей, которые и предложили выпускникам посадить березовую рощу. Это Лидия Михайловна Марач, это Афанасий Васильевич Лепянко, это Галина Михайловна Ложкина, это Анатолий Кондратьевич Тягилев. Вот это те преподаватели, может быть, кого-то я не назвал. Мы до сих пор с теплотой их вспоминаем. Саженцы привезли из питомников Чертанова. Каждый выпускник посадил по одному дереву. У нас было два класса одиннадцатых, в одном было, значит, 24, в другом 25 учеников. Получилось, в одном классе было четверо ребят, мальчиков, в другом пятеро ребят. Сейчас я посчитал, вот даже спиленные пеньки остались, 49 деревьев. Подружки две, допустим, брали березки и сажали вместе. А даже одна есть, три березки, это три подружки у нас были. 50 лет назад вокруг школы были поля, но, видное тех лет, населяли люди, которые заботились о том, чтобы сделать свой город краше. Видно много зелени. И не потому, что раньше здесь был лес. Каждый год сотни людей выходят на улицы, чтобы сделать их еще наряднее. Оно, может быть, и никому бы не пришло в голову, если бы до этого в течение 20 лет лемешка не занимался озеленением нашего поселка тогда, видное, а потом города видное. То есть уже была заложена традиция и в сознании взрослых, по крайней мере, а что сделать вот хорошее? А посадить дерево. Сегодня найти свое дерево помогают только приметы. Если бы это была не угловая, может быть, ямка, которую потом мы посадили березку и закопали, я бы это, наверное, тоже не запомнил. Поскольку она угловая, мне было легко запомнить. Я вот копал ямку под эту березку, потом, я говорю, под следующую. Вот мы с подружками сажали, вот там вот, правда, посадили три березы, но осталось только две. Но подружки тоже нет. Для выпускников школы спустя 53 года эта березовая роща стала своеобразным символом памяти о прошедшей юности. У нас памятников очень много в городе, вот так, по большому счету, правильно, и ветеранам, и все это правильно, то, что это. А это вроде как памятник теперь всем выпускникам школы. И сегодня традиции, заложенные более полувека назад, продолжаются, в том числе и на акциях «Лес Победы» и «Посади свое дерево». Вот мы сажаем вот эти «Лес Победы», это меня соединяет с моим отцом, который воевал, с моим дедом, который воевал. Это как-то так происходит. Люди поэтому создают памятники, да, значит, в честь этого. Вот эта сакральность, ставят храмы на каких-то местах. Вот это соединение меня с прошлым, оно чрезвычайно важно, чрезвычайно необходимо. Нашу съемочную группу и первых выпускников школы заметила нынешний директор учебного заведения Наталья Селищева и подошла сказать несколько теплых слов. Мне хотелось бы вас поблагодарить. Мы помним, да, что есть такие люди. Очень хорошо, что вы к нам приходите, даже более того, мы вас хотим пригласить в школу. Может быть, вы нам расскажете еще, как это все происходило, достаточно подробно, если можно. В жизни у каждого из этих выпускников была своя дорога, но через годы они принесли дружбу и взаимовыручку. И на расстоянии, оставаясь друг с другом, как эти деревья, которые уже более полувека смотрят в окна видновской школы номер 4. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.